Добро пожаловать в семью, это BMW E36 Купе Это BMW Питерская Субтитры сделал DimaTorzok Опа, опа, чоп, чоп, не охуеете, а разойдись Значит, заказал два порога, усилители, тоже, соответственно, два, две заглушки торцевые И два листа пола Игорь, привет, и жди меня Все выглядит просто по-спартански Погнали Вроде бы полет нормально, руль криво, в руль что-то бьем С выше сотки, когда едешь, какое-то биение происходит Слушай, шумить невозможно Темпер вроде нормально, все нормально Шагаем уверенно, соточку держим Булл в машине нереальный просто Как будто на мотоцикле едешь А вот и я Все, добрались на вторичное место Что рассказывать, давай посмотрим, кто не то, как купил Я вообще не понимаю, кто не то Ножик-ножик Распаковка, че Бери картоночку, там вообще сладостей Ммм, шумка Запечатлеть моменты, как оно есть Как будет потом Да, сейчас выглядит, конечно, ужасненько Так, уберите, пожалуйста Ооо Добрый вечер А тут тоже вкусненько Там вообще опасность Чего тут? Там потом посмотришь и заглянешь Кто не битая? Тан трух Ну и не битая Трух, трух, трух Оп! Вот я, я, я Ооо Ооо Ммм А вот там, треугольнички, что это? Это тоже тебе все Листы здоровые, я думаю, их хватит Надеюсь Да, хватит, хватит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Одна сторона готова, а теперь у нас сладенькие пирожочки пошли в ход. Ох, как тут все печально. Ну ничего, сейчас взбодрим. Да, думал, чуть-чуть вырежется, но что-то как-то почти все его зазовалось. Ого! Нихуя себе! Ну, в общем, те пороги оказались никудышные, соответственно, сейчас приобрел вот такие пороги, уже готовые, с отверстиями. Нижняя часть идет уже с торцевой таким уклоном. В общем, все, гружу. Один уже погрузил, второй и в путь. Короче, Санек, ебать, я тут пазл собираю, но... Я сам в ахуе, блядь. Звонит с утра, говорит, все, готово, аж есть, забирай. Так оно и есть? Окей. Остатки пола. Остатки моего пола вот такой вот был. Ну, антикор хороший был. Прям идеальный. Все на нем и держалось. Короче, все по факту сделано. Четко, грамотно, порог на месте, идеалити. Покажи, сколько там мусора там. Короче, килограмм на 40 похудела. Тренируется в фитнесе. Так, а что у нас здесь происходит, собственно? Залипушечные малярные дела. Я надеюсь, без потеков. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, уж, блядь. Может, целиком не ее с баллона? Ну да, ну можно, кстати. Почему бы и нет? Майка, как идеально ровно ложится. Хороший гром. Не дошло делать до секретки. Болт привариваем. Чтобы хоть капса выкрепить. Так, ну все, одна контр-долит. Она даже еще и дымит. Бля, дырка теперь раздолбленная, бля. Так, ну давай пробуем. Бенч. Ну все. Готово. Даже с крылом, конечно, не будет разбираться. Был снизу вообще просто на саморезах. Было на саморезах. Да, и крыло на саморезах снизу, и порог тоже на саморезах. Короче, все тут было на саморезах, изоленте, блядь. Изоленте и проволоку. Правильно я говорю? Правильно. Ну все, пушка после гаражного простоя. Пыльная, грязная. Но зато целая. Пороги бомбочка. Честно говоря. Хорошо. Вот тут момент есть. Момент гермент. Так, ну все. Пора. Пришла обращаться. Спасибо большое. Приезжайте к нам еще разочек. На кой надо? Я не один разочек. Несколько разочек. Ну что, в общем, добрался я еще вчера до гаража. Все благополучно. Многополучно ехать назад было намного тише. За это спасибо Игорю. Все латочки. Точнее, все дырки латочками заварил. Тишина и спокойствие. В общем, по полу все закончил. Но есть, конечно же, вопросики. А именно. Сейчас нужно убрать все вот эти вот нюансы, моменты. Хоть здесь и идет накладка, которая садится на клипсы. Но под отверстия, под эти клипсы, как вы видите, здесь происходит вакханалия конкретная. Вон оно все. Значит, это все дело зачищаю. Кислотника прохожу. И, быть может, еще и закрашиваю чем-нибудь. Также по всему полу. Вот вы видите, где получается у нас наваренные листы. Игорь их также прошел кислотным грунтом и гермитосом. Кислотным грунтом сейчас пройду эту сторону, пройду полностью ту сторону. Вот эти все отверстия залью пуш-сала. Подготовлю кузов. Ну, а после покрасочка. Так, ну что, приколюшки пошли. Вход. Из хорошего. Зачистила все болгарочкой. Ну, чем ближе к углу, появились вот такие вот дырки, блядь. Очень, очень обидно и неприятно. С этой стороны Игорь сделал. Наварил туда ладку. С этой стороны что-то как-то, бля, не пошло, что ли. Один раз прошел. Сейчас подсохнет. И буду наносить второй слой. Ну что, все закончил. Запах от нее, конечно, дикий. Кто с ней сталкивался, тот знает. Пускай высыхает. Эта сторона тоже вся яичного цвета. Ну, а сейчас хочу разобрать. Мне нужны вот эти крылья, что лево, что право, потому что они все вот такие немного подбитые. Чтобы сделать рихтовку, надо писнять и понять, вообще получится ли их восстановить. Вот, ну, он кривой, видно отсюда. Я еще на первом видео показывал, что ему финиш. Ну вот, ну и снизу, получается, где крепеж, должны быть под болты, отверстия. Там вообще половины нет. То есть оно сейчас вот так вот все ходуном. Ну и с той стороны тоже. В принципе, что, начинаю раскручивать и разбирать тач. Короче, бампер скидывается вообще на изи. А здесь две гайки. И здесь две гайки с этой стороны. Откручиваете, он вынимается. Не знаю, насколько он правильно был прикреплен вообще изначально, но открутил буквально 5 минут. Сам лонжерон какой у нас. Здесь все хорошо, за исключением нижней части. Там прям земля. Вот, в принципе, все здесь разобрал. Крыло снял. Заглянем прямо туда. Как там дела обстоят? А там дела обстоят хорошо. Это надо говорить. Чотко. Тоже заводской лонжерон. Ровный, без каких-либо косяков. Сюда я, кстати, не смотрел. Ну, аналогично. Тоже песок, земля. Тоже надо будет пыликом убрать. Ну, все, что пока. Пока все здесь все раскидал. Конечно, крыло вот такое вот снизу было ужасное. Ну, куда, к черту, как его крепить-то? Болталось. Вот эта вот дырка здесь. Изнутри она будет лучше видна. Пиздец, ну, есть. Ебать. В гараже, где и так без этого хватает запчастей, и места практически вообще никакого нет. Надо подыскать местечко для всего этого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...